Армения 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 В Баку считают, что Ереван, препятствуя процессу реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, преследуют конкретные цели. Почему армяне отказываются пользоваться Агдамской дорогой? Потому что они не стремятся к реинтеграции и хотели бы сохранить свой незаконный марионеточный режим на территории Азербайджана. Армения активно пытается вставить дополнительные палки в колеса переговорному процессу, стремясь сделать гарантом обеспечения прав карабахских армян какую-нибудь ведущую международную структуру, например, ООН. На крайний случай ОБСЕ официальный Баку не согласен и на регулярной основе напоминает, что в соответствии с международным правом весь Карабах — это его территория. Поэтому и вопрос обеспечения прав и безопасности карабахских армян — это исключительно внутреннее дело Азербайджана. И давно поясняет армянскому населению Карабаха будут предоставлены равные с другими гражданами Азербайджана права. И предлагает всем желающим выдать азербайджанские паспорта. Но в Ереване другая логика. С одной стороны, Никол Пашинян официально признал территорию целостностью Азербайджана. И то, что Карабах — это Азербайджан. Это, по крайней мере, прозвучало. А с другой, как бы, мирный договор до сих пор не заключен. Идут проваловочки. Более того, осуществляются и отдельные вооруженные провокации. И при этом Кашинян, опять же, выступают за то, чтобы переговоры карабахских армян с Баку проходили при неком международном посредничестве и контроле. Что противоречит юридическим нормам и принципам нашего ориентета Азербайджана и его территориальной целостности. Запад, вместо того, чтобы на правах посредника убедить Армению согласиться на условия Азербайджана и завершить многолетний конфликт, продолжает подыгрывать Еревану. Так, во время своего южнокавказского турне, глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб позволяла совершенно неприемлемые для Баку высказывания. В Ереване на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзаяном бельгийская министр заявила, что, в частности, необходимо не допустить нового геноцида армян. Теперь уже со стороны Азербайджана. Баку отреагировали адекватно, Ильхам Алиев отказался принимать министра и пришлось довольствоваться общением со своим азербайджанским коллегой. Тут надо отметить, что обычно президент принимает находящихся с визитом в Азербайджане глав иностранных внешнеполитических ведомств. Довольно занято то, что по приезде в Баку Хаджа Лабиб после своего хамства в адрес Азербайджана вдруг заявила, что официальный Брюссель надеется на расширение энергетического сотрудничества с Азербайджанской республикой. Впрочем, Европа такая Европа, хочет усидеть сразу на нескольких стульях. Баку понимает, насколько Запад заинтересован в его энергетических возможностях и работает, что называется, с холодной головой. Но садиться себе на шею, а тем более хамить, не позволяет. И всегда ставит на место тех, независимо от статуса, кто забылся. Осенью Евросоюз рассчитывает провести очередную встречу лидеров Азербайджана и Армении на известной Брюссельской площадке, функционирующей при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Но доживет ли Брюссельская площадка до этого времени после таких выпадов? Возможно, что и нет, особенно учитывая скандальное выступление представителя Евросоюза на заседании Саббезда ООН по Лачинской дороге. Это грозит окончательным развалом международного посредничества по Карабаху. Оно существует, потому что Азербайджан согласен вести эти переговоры, в том числе в формате ОБСЕ. Если Азербайджан их не захочет вести, то закончится весь этот бесконечный институт посредничества. Европа последовательно провоцирует и в лице ЕС в целом, и ее структуры в лице отдельных европейских государств. На этой неделе Анджей Каспшик, это представитель действующего председателя ОБСЕ, который в этом году возглавляет Северная Македония, по поручению своего начальника посетил въезд на Лачинскую дорогу со стороны всю Никской области Армении. И как это сейчас стало модно, среди западных политиков разглядывал с армянской стороны в бинокль пограниченно-пропускной пункт Лачин. В итоге любознательному чиновнику также было отказано в приеме в Баку. После таких же явлений это неудивительно, потому что занятие, по сути, представителя ОБСЕ в данном случае нарушает свой базовый принцип работы, быть равноудаленным от обеих сторон конфликта. Вместо этого идет поддержка одной из сторон конфликта, что противоречит, в общем-то, его мандату и его действиям. ОБСЕ давно перестала быть организацией, которая может что-то решить. Это продемонстрировал пример Карабахского конфликта, когда за 30 лет Минская группа организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе, имевшая мандат по его урегулированию, так и не смогла этого добиться. То же самое можно сказать об ООН, еще в начале 90-х были приняты резолюции совместной организации с требованием к Армении вынести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. Но нет, никто и пальцем не шевелил, чтобы эти резолюции выполнять.